Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лиса. Сегодня у нас мукбанг чайпития, ставший уже традиционным на этом канале, поэтому заваривайте себе скорее кружечку чего-нибудь горячего, вкусного. У меня сегодня черный чай с бергамотом. Горячий еще очень сильно. Без сахара. Я всегда пью чай без сахара. И посмотрите, какие у меня сегодня будут вкусности. Вот это кедровый грильяш с черникой. Муж привез мне это из Челябинска, где он был в командировке. Я его еще не открывала, не пробовала. Давайте посмотрим, какой он там внутри. Вообще, я очень люблю грильяш, но никогда не пробовала кедровый. Ага, это все не так просто. Борьба с коробкой закончилась благополучно. Посмотрите, какие красивые конфетки. Такой цвет фольги яркий. Очень красиво. Так, а вот это у меня, ребята, это черчхела, которую мне опять-таки превос муж, только уже на этот раз из Симферополя, из Крыма. Одна с виноградным соком, из виноградного сока, а вторая из гранатового. Сейчас я их достану и посмотрим, как они выглядят. Фух, это было не так просто, как кажется, потому что они оказались еще там в вакуумной упаковке. Очень красивые, такие прямо глянцевые. Муж знает всегда, чем меня порадовать, потому что я очень люблю черчхелу. Но никогда, кстати, вот такую не пробовала, вот прямо делать довольно упакованную. Обычно мы ее покупали просто на рынке, где всякие там специи, знаете, у них вот это подвешено эти черчхелы за хвостиком. О, мне прямо не терпится попробовать. Это вкусно. Ну и, собственно, прежде чем я озвучу тему, на которой мы сегодня будем болтать во время макбанга, хотела с вами поделиться информацией об очень полезном сервисе по кэшбэку SmartySale. Это сервис умных покупок. SmartySale помогает вам сэкономить во время вашего интернет-шоппинга. SmartySale сотрудничает с большинством популярных интернет-магазинов, ставки по кэшбэку достаточно высокие. Вывод очень удобный, как пополнение мобильного телефона, так и на банковскую карточку. Ссылку на данный сервис я оставлю в описании к видео. Кроме того, скоро 11 ноября, кто не знает, это всемирный день шоппинга, и на Алиэкспресс стартует просто гигантская, громаднейшая распродажа. Установите себе SmartySale и сэкономьте на своих покупках. Ну что, давайте попробуем вторую чурчхелу. о чем я сегодня хотела, ребят, с вами поговорить. Тема будет важная, но достаточно не то, что неприятная, но серьезная, короче говоря. Это тема измен. Объясню, почему мне вообще пришло в голову поднять эту тему. на последнем стриме достаточно большое количество человек в чат писали мне сообщения о том, что муж тебе может в командировках изменять, а как ты вообще отнеслась бы к этой измене, и как ты вот отпускаешься так надолго, и вот, короче говоря, по-любому он тебе изменяет. Как-то так. Я ко всему этому отношусь очень спокойно, потому что я знаю, что это не так. Да, ситуация сложилась таким образом, такие сейчас обстоятельства, что мой муж очень часто ездит в командировке. Это продлится как минимум до конца года. Я с этой мыслью уже смирилась. Вот. Он уезжает, как правило, там дней на пять, возвращается на пару дней домой и опять уезжает куда-нибудь в новый город. Я все это воспринимаю очень с большой грустью, скажем так, но не потому, что там боюсь каких-то измен, как подумали некоторые мои подписчики. «Слушайте, это очень вкусно». Слушайте, Это, правда, не похоже на обычно грильяж, потому что я привыкла, чтобы грильяж был такой, ух, зубодробительный. Он достаточно мягкий. Но кедровые решки дают очень приятный такой вот привкус. Вкусно. Ну, так вот, плохо я, не то, что плохо, короче, с грустью я отношусь к этим командировкам, просто по той простой причине, что я скучаю. Мы до этого практически, два с половиной года вообще не расставались, потому что в Приморье мы жили вместе, естественно, работали на одном предприятии, и мы были друг с другом тупо 24 часа в сутки, потому что вместе на работу, вместе с работы, дома, ну, в общем, мы были постоянно друг с другом вместе и не расставались. Ну, я так же понимаю, что это жизнь, ну, так вот сейчас получается. Это просто такой период, который нужно перетерпеть. Что касается измен, я доверяю своему мужу, доверяю на все сто процентов, я уверена, что он не изменяет. точно так же он в свою очередь доверяет на сто процентов мне. Да, я знаю, что все люди по-разному к этому относятся, особенно мужчины, как бы там не спорили, да, но наверное, все-таки не зря говорят, что мужчины полигамны по природе, и что они больше склонны, скажем так, к адельтеру. походу на сторону, проще говоря. Но опять-таки я хочу сказать, что все люди разные, и, наверное, потому мы и отличаемся от животных, что мы способны контролировать свои поступки, свои эмоции, вот в частности походу на сторону, да, контролировать. Мы обсуждали, конечно же, этот вопрос с мужем, потому что это волнительная как бы тема. Я была очень рада, когда поняла, что мы с ним придерживаемся одного взгляда на факт измены, вот у нас какая-то одна точка зрения, сейчас постараюсь вам ее объяснить, почему я доверяю на 100% ему, и почему я сама не допускаю мысли, что я могу ему изменить, потому что вот у нас есть, да, какой-то с ним свой маленький микрокосмос, свой какой-то уютный мир, который мы создали вдвоем, когда стали семьей. Да, мы как бы пускай маленькая семья из двух человек и кота, но мы семья, и у нас есть вот это какое-то теплое нечто, какое-то пространство внутреннее, где только я и он. И это то, что стоит оберегать. Это то, что мы ценим оба. И измены в данном случае, в данном контексте — это грязь. Это грязь, которую ты никогда не захочешь осознанно тащить в свой вот такой уютный мир, который вы с таким трудом создали для себя, для двоих. И если кто-то из пары начинает изменять, в любом случае, даже если второй человек, партнёр, не узнает об этой измене, всё равно мне кажется, сама атмосфера отношений между людьми неизбежно изменится. Причём изменится в худшую сторону, потому что любая измена — это ложь. Это ложь и предательство. И я считаю, что это те вещи, которым не место между любящими людьми. Я в какой-то книге когда-то пришла такую фразу, что верность — это умение себе запрещать. Вы не сможете убрать из своей жизни все соблазны. Это невозможно. Это всё равно, что выколоть себе глаза, запереться в квартире, никогда никуда не ходить, ни на кого не смотреть. Но вы не сможете избежать всех ситуаций, которые так или иначе недвусмысленно могут привести к измене. Невозможно застраховаться от всего и навсегда, но можно уметь противостоять этим соблазнам. Уметь как-то правильно расставлять приоритеты, что ли, потому что вот это минутное удовольствие, которое вы получите из меня, ну пусть не минутное, пускай несколько минутное. Очень бесят вот эти ниточки меня всегда, я понимаю, что Чорчхелла не может, ну это такая методика производства, что он не может быть без этих ниточек внутри, но не бесят. Ну так вот, это минутная слабость, ну это действительно слабость, по-другому это не называть, какое-то минутное наслаждение, оно вообще не стоит этого. Я очень рада была, что мы одинаково смотрим с мужем на этот вопрос. Меня еще успокаивает тот факт, что он как бы по жизни достаточно такой, не то, что переборчивый, но он очень серьезно относится к вопросу того, кто рядом с ним находится, то есть те люди, которых он считает близкими, это друзья, это его любимая женщина, это я. он к их выбору подходит всегда очень, ну так, с умом, скажем, да, то есть там понятно, по молодости лет у всех там были какие-то проходящие связи, это такое, но вот сейчас, когда мы поженились, он назвал меня своей женой, и я зная его характер, зная его как человека, я понимаю, насколько он серьезно к этому относится, точно так же серьезно к этому отношусь я. Вот поэтому, собственно, я со спокойной душой отпускаю его в командировки, ну вернее, с неспокойной там, с той точки зрения, что я все равно безумно скучаю, но со спокойной в плане того, что я доверяю ему на сто процентов, ну вот верю просто к человеку, я поверила ему, когда согласилась стать его женой, и у меня не было с тех пор там ни малейшего повода усомниться в нем, ничто не поколебало мое доверие. Поэтому он спокойно может отпустить меня с подругой сходить в клуб, допустим, здесь, в Москве, у меня есть подружка одна, в Москве. Мы иногда с ней выбираемся куда-то, и он всегда абсолютно спокойно меня отпускает, потому что он мне верит. Точно так же я никогда не понимала людей, которые там проверяют телефоны друг друга, знаете, вот это рыщут, ищут, смотрят, вычитывают какие-то переписки, что-то еще. У каждого человека должно быть личное пространство. Если он хочет изменить, он изменит в любом случае, вот как бы ты там его не сторожила, как бы ты там за ним не ходила по пятам, не игралась бы в Шерлоков, Холмсов, и все остальное, вот он все равно это сделает. А личное пространство, оно все-таки должно быть, и я считаю, что оно неприкосновенное. Точно так же муж там никогда не копается в моем телефоне, но это нонсенс, ребята, это как-то что ли, неправильно, ну я так считаю. Хочется просто, чтобы люди осознавали, что вступая в брак, ну я уже когда-то рассказывала о том, что жениться нужно осознанно, если вы просто так с кондачка вышли замуж, то неудивительно, что потом с одной и с другой стороны будут погуливания и измены. Но если вы уже определились, что вы с этим человеком ну прям осознанно подошли к женихе, осознали, что вы до конца жизни будете вместе с ним, и больше других там мужчин не будет и женщин в вашей постели, в ваших мыслях. Если вы уже сделали этот выбор, то, наверное, цените то, что у вас есть, потому что никогда, мне кажется, после измены уже не будет всё как раньше. И вот теперь второй вопрос о том, как бы я гипотетически отреагировала, если бы всё-таки узнала о чём-то таком подобном. Я, честно говоря, не хочу даже думать об этом, потому что мне кажется, это такой вопрос, ребят, на который нельзя или ранее за где дать ответ. Ты никогда не знаешь, как ты поведёшь себя в этой ситуации, потому что ну всегда есть какие-то параллельные сопутствующие факторы, да, там в плане я имею в виду, может быть, у вас уже там общие дети или что-то ещё. Хотя не знаю, сейчас, да, мне кажется, что я бы не простила, я бы собрала чемоданчик и ушла в закат. Но я не зарекаюсь. Это такая тонкая область, где строить прогнозы нельзя и даже не хочется, потому что, ну, я не хочу себя программировать, я не хочу даже проигрывать в голове этот сценарий. я в это не верю, этого не должно быть. Вот, как-то так. В любом случае, знаете, измену простить, может быть, можно, забыть нельзя. И доверие, которое выстраивается годами, оно разрушается очень легко. и заново доверять потом человеку, который уже один раз тебе предал, ты навряд ли сможешь так же, как до этого. Даже если партнер ваш не узнает об этом, все равно вы будете об этом знать, вам с этим жить потом до конца жизни. очень большим свинством, еще большим, чем измена. Я считаю тех людей, которые после того, как измена произошла, приходят в этом покаяться. Вот, типа, не смог, зачастую, это, кстати, мужчина, не смог с этим жить, пришел рассказать. если смотреть на подоплеку этой ситуации, то сразу становится понятно, что это чистейший воды эгоизм, причем эгоизм в квадрате. Мало того, что он совершил предательство, изменил, так он еще, извините, не смог сам тянуть это все на своих плечах, ходить с этим и мучиться, да? Он пошел и выпрыснул этого народного человека. Пускай он, типа, помутится тоже. А он, типа, такой, весь правильный, в белом плаще, на белом коне, признался, покаялся, вот все, отпустил себе все грехи. Это очень гадко, и, мне кажется, это какое-то двойное предательство. Честно, у нас сегодня такие прям сложные вопросы. морально-этические. А я под шумок сожрала всю чурчкеву. Наверное, разные существуют причины, резоны, да, по которым люди уходят на сторону, так или иначе. Мне кажется, даже если что-то прям категорически не устраивает тебя в партнере, что толкает тебя на измену, да, наверное, честнее будет сначала прийти к нему и поговорить об этом, попробовать это исправить. Это сложнее, но это... А как по-другому? А если уже не получается это исправить, то вместо того, чтобы заводить эти интрижки на стороне, мне кажется, ну, честнее было бы расстаться тогда, значит, это не твой человек. Ну, опять-таки, не подумайте, что у меня там какой-то юношеский максимализм. брыжет. Типа, если что, лучший расход. Нет, сколько людей, столько историй, столько ситуаций. В каждый случай индивидуально. еще толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные, несчастные по-своему. Ну, это правда. Ну что, я надеюсь, вы успели вместе со мной выпить кружечку чего-нибудь вкусного. я уже наелась, потому что это очень сытные штуки, что черт ела, там орехи. Вот это я вообще молчу. Это одну конфетку там раз в три дня максимум. Всем спасибо, кто сегодня составил мне компанию за чашечкой чая. Надеюсь, тема не показалась вам слишком сложной. Все-таки мы закончили на позитивной ноте. Любите друг друга, будьте верными, цените то, что у вас есть и не меняйте никогда свое счастье на какие-то мимолетные удовольствия. Всех люблю. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok